Ну, двигаемся дальше. Мы сделали огромную работу в предыдущем релизе. Выпустили новый модуль интеграции с 1С. Он пока находится, к сожалению, в бета-версии, но уже близок к тому, что он станет релизным. Поднимите руки, кто использовал новый модуль или пытался хотя бы с ним разобраться. Ой, как мало рук. Очень плохо. Новый модуль очень хороший. Сейчас попробуем его прорекламировать, чтобы вы как можно большее число людей попробовало его использовать. Предлагаю старый запретить. Да, надо старый запретить, убрать его с сайта. Двигаемся. Мы поддерживаем уже достаточно долго и давно все нововведения, которые выходят, выпускаем и стараемся передавать их в 1С, чтобы она встраивала их в свои решения. Какие-то из нововведений мы поддерживаем сами в виде своего самостоятельного модуля. Какие были проблемы со старым модулем? Он создавал очень большую нагрузку на 1С при больших базах. Он падал по памяти, не успевая обработать какую-то конкретную информацию, если бы выгрузка была очень большая. Он очень был медленным при выгрузке. При передаче большого объема информации не контролировалась. Не контролировалась передача. Соответственно, при каком-то падении оно возвращалось и заново приходилось перекачивать полностью всю эту информацию. Были проблемы с картинками. Они гонялись в полном объеме. Соответственно, выгрузка, вот я как говорил, мы работали с клиентом в последний раз, у него полная выгрузка более 60 гигабайт. 60 гигабайт просто даже передать с 1С, с локального офисного компьютера в мир на сайт. Это занимает достаточно большую продолжительность времени. Я думаю, что они все хорошо знают боль. Достаточно. Не надо им пересказывать. Окей. Основные настройки обмена. Вот так они стали выглядеть. Вообще модуль был полностью переписан. То есть это не переделка, это не реконструкция старого. Это полностью переписанный модуль. Он сделан уже не как встроенная часть, а как отдельно инсталируемый. Он не снимает 1С с поддержки. И вот эта вот вся переработка ставила основной целью уменьшить трафик, ускорить обмен и самое главное сделать его реал таймом. Мы сейчас вот как раз все эти запчасти покажем. Поэтому то, что вы не попробовали, это временно. Пробуйте. Мы переходим на этот. Обмен. Основные настройки. Так они выглядят. Что изменилось в основных настройках? Появилось два новых режима обмена. Вы можете обмениваться пользовательскими справочниками. Это наши high load блоки. И вы можете использовать реальный режим обмена. Вот эти две настройки. Появился контроль ошибок. Если произошла неудачная выгрузка какой-то информации, а мы делим сейчас информацию на определенные связанные блоки, блоков может быть большое количество, происходит контроль. Если блок не передан, передается повторно только данный маленький блок. То есть контролируется каждый процесс выгрузки, каждый блочок контролируется и передается только этот блок. Не перекачивается вся информация. Если вы передаете 60 гигабайт, у вас где-то в конце все упало, вы не будете ждать полностью передачи 60 гигабайт. Вы будете ждать только последний кусочек. Кусочками деления устанавливайте так, как нужно вам. То есть гибко можно настраивать. Появилась отличная, замечательная возможность работать с какими-то логами. То есть после того, как 1С сделала передачу информации, она на сайт передает и свой лог. То есть все, что делалось внутри 1С, передается в виде лога. Очень тяжело раньше было видеть, что происходит внутри 1С, особенно когда вы работаете только с сайтом. 1С занимается какой-то другой специалист, который сторонний редко приходит. Теперь вы получаете лог на сайт. Этот лог можете смотреть. Он хранится последние три выгрузки. Также вы можете сохранять файлы для обмена, которые происходили. То есть обмен произошел, пошел следующий обмен, файлы предыдущего обмена затираются. Теперь вы можете их отдельно сохранять. Тоже сохраняются последние файлы. Очень аккуратненько включайте эту галочку. Если у вас выгрузка 60 гигабайт, у вас на винчестере может место закончиться. То есть аккуратнее с этой галочкой. Реалтаймовый режим обмена. Включается одной галочкой, которая появилась внутри системы. Давайте посмотрим, как он работает. Вот мы включаем галочку использования реалтаймового режима. Делаем обмен. Запускаем обмен в режиме реального времени. Делаем заказ внутри продукта. Выбираем парочку товаров. Вот два товара. Устраивают они нас. Выбрали клиента. Оформляем заказ. Все. Заказ сохранен. Переключаемся в 1С. 1С не умеет рефрешиться. То есть нужно рефрешнуть 1С. Мы видим этот заказ. Видим наши два товара, которые сюда переданы. Кондиционер и телевизор. Да, кондиционер и телевизор. Удаляем телевизор. Нам он не нужен. Меняем его количество. Сохраняем заказ. Делаем еще на основании него приходный кассовый ордер. То есть делаем оплату этого заказа фактически. Переходим внутрь системы. Вот рефрешнулась страница. Заказ сюда пришел. Показано, что заказ оплачен. Стоит галочка. Заходим внутрь этого заказа и видим, что произошло изменение, что телевизор был убран. У кондиционера появилось количество 2. То есть это происходит в реальном режиме времени. Очень много нагрузки создает 1С при выгрузке огромных каталогов. Подключая такой режим, вы размазываете эту нагрузку фактически в течение суток. Снимается нагрузка с сервера, снимается нагрузка с 1С. И достаточно быстро все происходит. Что требуется для включения? Еще раз. Не требуется дополнительных настроек, нужно обновиться до версии 14.5, скачать новый модуль 4X, включить галочку в настройках 1С. И все. Ваш режим будет работать в реальном времени. Большая... Давай. Важно, что мы поддерживаем два варианта такой синхронизации. Это могут быть как серверные варианты, так и обычная конфигурация, которая стоит в виде локальной базы на локальном компьютере. То есть не нужно специально настраивать какой-то сервер, не нужно настройки какие-то специальные на стороне 1С. Может работать обыкновенная 1С с обыкновенной базой. И вообще это была большая победа, потому что первоначально серверные конфигурации только рассматривались как поддерживающие реал-тайм. Но их очень мало. В основном клиенты работают с обычными конфигурациями. И вот это была большая часть обмена. Это самая сложная часть. Мы разговаривали на предыдущей партнерке со многими людьми, кто занимался 1С. 1С. Один из клиентов только говорил, что всего два раза в жизни он делал серверную версию. Еще сейчас перед вашим вопросом. Очень важный момент, что мы не рассчитываем, что у вас железный и всегда работающий канал между системами. То есть с каждой стороны стоит очередь, что со стороны сайта, что со стороны 1С. Если вдруг падает, 1С постоянно будет пытаться поднимать соединение. То, что 1С является инициатором, вы хорошо проходите фаерволы и внутреннюю безопасность, правильно устанавливаете. Если, например, обмен, ну, заказы или остатки накопились с двух сторон, то сразу при установлении соединения произойдет этот обмен. Что, собственно, обеспечивает устойчивый реал-тайм. Придется поменять себе микрофон. А дайте другой. Близко. Все. Если разрыв соединения был продолжительное время, то реал-таймовый режим будет с отложенной функцией. То есть пока вот это все, что накопилось… Придется поменять ему микрофончик. Давай. Все, что накопилось, будет выгружаться какое-то время. Спасибо. Юлия Бедросова, Армавир. Такой вопрос. Вот вы сказали, что в файловом варианте работы 1С предприятия реал-тайм обмен тоже работает. Получается, как он реализован внутри? Как фоновое задание, которое выполняется одновременно с работой какого-то пользователя? Но получается тогда, что оно будет чуть-чуть притормаживать, когда там обмен пошел? У пользователя что, подвисание будет происходить? Или каким образом можно решить эту проблему, если она возникла? Он не будет притормаживать, будет другая проблема для файловых версий. Будет теряться один пользователь. То есть вам нужно будет на компьютере параллельно запустить отдельную 1С, которая будет это выполнять. Спасибо. И вы будете терять одного пользователя. Это один минус для файлового режима обмена. Торможения никакого не будет, это все быстро обрабатывается. Мы очень сильно модуль оптимизировали 1Совский. Он работает мгновенно. То есть очень быстро. Вот смотрю, микрофонов много рук, а микрофонов мало. Ну давайте два вопросика еще. Два вопроса. Один? Один. Ну тогда двойной. По поводу формата и объема как раз выгрузки, которая много весит. На одних проектах сталкивались с проблемой, когда очень много колонок цен и очень большой ассортимент предложений по цветам, по размерам в одежде. То есть полмиллиона и шесть типов цен. Умножаем, получаем какой тип, ну сколько цен. И проблема у нас, вопрос вот именно возник, что избыточность формата в связи с чем вот этот XML был выбран и не рассматриваются варианты в сторону JSON. Потому что сам XML, он просто тоже начинает весить там по 2 гигабайта, только текстовый файл, который очень долго обрабатывается. Ну JSON будет обрабатываться при больших каталогах тоже не быстро, но мы сделали разделение. В новой версии, в новой версии сделано жесткое разделение. Во-первых, можно порциями выгружать, что сильно снимет нагрузку. Давайте я на самом деле помогу вас с ответом, Юр. XML формат придуман не нами. Есть стандарт, который поддерживает 1С, CommerceML, и мы собственно должны ему соответствовать. Но мы все жмем, поэтому да, избыточный XML, он может быть 2 гиговый, но он там в 200 метров, и то, наверное, сильно меньше упакуется. Поэтому тут формат не получится менять, ну, рыхловат. Ну и второй, это по поводу свойств самих предложений. То есть с ними была явная проблема, то есть если у самих товаров, которые шли в импорт XML, то есть в первой части, но там все было хорошо со свойствами всех типов, то с оферсами, с ихними свойствами было все сложно. Все, звук отпал. Ну, свойства планируются в оферсы выгружать так же, как и в товары. Спасибо. Так, давайте мы сейчас вопросик зададим. Отдайте Юрию микрофон тут. Кирилл Миничук, Альтерек. Вопрос по поводу реал-тайм-обмена. Добавился ли в нем, в конце концов, возможность, если мы полноценно интегрируем с 1С в реал-тайме, менять статус заказа после того, как статус товара оплачен? Будет отдельный слайд. Это возможно для 11-й версии? Потому что на текущий момент невозможно, когда клиент в 1С только работает с заказами с сайта, если клиент его оплатил уже на сайте, что-то с ним потом дальше делать. Почему? Сейчас мы это будем на дальнейших слайдах разбирать. Там по статусам не все так просто. В 10-й версии есть ограничения. Клиент в 1С ставит статус доставлен, и он на сайт не уйдет. Окей. Давай, Юр, у нас буквально несколько минут, чтобы завершить. Это конфигурации, я специально это отставил слайд, пока были вопросы. Это те конфигурации, которые мы поддерживаем. То есть указаны версии, указаны страны, для которых мы поддерживаем конфигурации. Насколько я знаю, в ближайшее время выйдет украинская конфигурация, она завершается. Украину делает сама украинская, наше украинское подразделение, оно немножко с задержкой вышло. Казахстан, Россия, Белоруссия уже доступны. Поехали. Выгрузка товаров. А у тебя нет времени уже. Согласен. Ну, может пройдемся по нему. Появилась возможность указывать, какое количество товаров выгружать за пакет, что тоже снижает нагрузку. Вы можете выгружать характеристики. Характеристики могут выбираться. То есть вы можете выгружать не все характеристики, которых там половина не нужна в 1С. Вы можете выбрать, какие конкретно характеристики выгружаются. Гибко работать со свойствами. Появилась галочка, которая заставляет принудительно выгрузить все картинки. У нас появилась версионность, чтобы запустить механизм версионности, чтобы отслеживать картинки. Картинки нужно один раз выгрузить принудительно. Данная галочка не сохраняется, то есть вы ее ставите, она автоматически снимается при следующих обменах. Картинки принудительно выгружаются, дальше запускается механизм версионности. Выгрузка цен и остатков. Вот как раз настройка выгружаемых свойств. Вы теперь можете регламентировать, куда выгружать свойства. Вы можете выгружать свойства в Highload блоки, в списочное свойство, в обычное текстовое свойство. Можете указывать, какие свойства вам именно нужны внутри нашей системы. Плюс там есть галочка, которая говорит, что выгружать только те свойства, которые используются в товарах. То есть система сама автоматически выберет те свойства, которые нужно выгрузить. Очень гибкая работа с номенклатурой. Вы можете настраивать, какую номенклатуру, какие связанные свойства с этой номенклатурой должны попасть внутрь нашего продукта. Настраивается дерево групп. Очень частая была проблема, когда один и тот же товар выгружается в нескольких групп. 1С такую схему не поддерживает. У них один товар, одна группа. У нас может быть один товар, несколько групп. С помощью данного дерева можно эту настройку осуществить, и она не будет слетать при следующей синхронизации. Это была одна из больших проблем предыдущего модуля. Обмен заказами. Из нововведений. К обмену заказами добавился также пакетный режим. То есть он снижает нагрузку. Можно указать точку актуальности. Теперь, если вы переходите на новый модуль, чтобы не бояться, что все испортится, когда вы выгружаете по заказам, когда у вас уже были синхронизации по заказам, вы можете указать конкретную точку актуальности, и данные будут выгружены только с этой даты. Появилась возможность не обновлять документы, пришедшие с сайта. Это нужно для чего? Вы на сайте что-то случайно подкорректировали. При следующем обмене он не перезатрет то, что сделано внутри 1С, когда происходила отгрузка. Ставьте эту галочку, что бы ни делали на сайте, повторно это не появляется в 1С. Ставьте внимательно, иначе не придут и какие-то нужные данные. Появилась возможность загружать оплату с сайта, привязывать ее к конкретным платежным системам, кассам. Соответственно, связывать кассу с конкретным платежным инструментом. Если вы знаете, что Яндекс.Деньги у вас приходят в таком-то виде, вы его привязываете в кассе, и в 1С видите сразу конкретный остаток. Это могут быть не основные кассы, не те кассы, с которыми по факту работаете вы внутри, но вы сразу же в 1С, бухгалтера видят, сколько денег у вас на счете внутри Яндекса. Примерно за минусом комиссии. Появилась возможность работать со статусами. Статусы гибко настраиваются, но гибко настраиваются они только в 11 версии. В 10 версии, к сожалению, в 1С нет поддержки работы со статусами, поэтому с ними возникают и проблемы. Во-первых, статусы жестко ограничены в 1С. Они не соответствуют нашим статусам некоторым. И они работают с некоторыми такими казусами. В 11 версии вы можете настроить именно те статусы, которые нужны на сайте, согласовать их со статусами, которые находятся внутри 1С, и гибко с ними работать. Статусы будут обмениваться корректно. Контрагенты. Самое основное нововведение в контрагентах – это появилась возможность выгружать оффлайн-контрагенты внутрь нашего продукта. В дальнейшем мы планируем, что данные контрагенты попадут в CRM, и в CRM можно будет с ними работать как со связанными сущностями, даже мать их или что-то с ними делать. Пока они попадают в виде выгрузки внутрь продукта. Это удобно для тех, кто хочет перетянуть клиентов с оффлайна в онлайн. Также можно выбирать, каких контрагентов выгружать. Если у вас в 1С распределено, что это у вас поставщики, и это у вас контрагенты, с которыми выводы, поставщиков не обязательно выгружать в систему, потому что они не очень нужны для обработки. Только те группы, которые действительно нужны. Настройки на стороне сайта. Мы сократили до минимума настройки на стороне сайта. Все остальные настройки скрыты, и фактически их настраивать не обязательно, они настроены оптимально. Вам нужно минимум настроек сделать. Обратите внимание, появилась очень интересная штучка, но очень опасная. Это замена для неалфавитных символов. Эта замена нужна для SEO. Многие говорили, что попадает товар из 1С к нам в продукт, но он получает нижнее подчеркивание, что говорит о том, что это одно целое слово. Слова типа разные. По требованиям SEO слова должны разделены быть тире. Мы добавили такую возможность, такую настройку. Товары попадают с 1С, получают данный символ. Только будьте внимательны, если у вас по-старому работает с нижним подчеркиванием, чтобы ссылки у вас не обновились. Еще одно из интересных нововведений, которое здесь появилось, это мы добавили все настройки в двух вариантах. Мы показали их в варианте сайта терминологию и показали терминологию в терминах 1С. То есть, соответственно, вы можете для 1С-ника своего давать терминологию в терминах 1С, для себя будете понимать терминологию в той терминологии, к которой вы привыкли, это терминология сайта. Дальше пойдет про оптимизацию. В два раза ускорен обмен, каталог на 100 тысяч элементов, первая полная выгрузка 10 минут, дальнейшие полные выгрузки в реал-таймовом режиме фактически мгновенно. Автоматическое возобновление при обрыве. Вообще прирост по скорости фантастический, конечно, был. Ну, пока, подожди, подожди, раньше. Давайте прежде чем мы перейдем к планам, еще раз хочется сказать, ориентируйтесь на новую конфигурацию. Она во многих вопросах, в большинстве вопросов намного лучше. Понятно, что просто так переключиться нельзя, но вот эта вот точка соответствия имеет большое значение. И еще раз хочу подчеркнуть, это огромное конкурентное преимущество реал-тайм обмена с 1С. Раньше об этом только можно было мечтать. Как бы да, говорили про какое-то окно, про обмен, про регулярность, но на самом деле, когда мы говорим сегодня клиентам, реальный обмен с 1С – это большое преимущество, которым обязательно нужно пользоваться. Игорь, давай вопросик из онлайна. Давайте вопросик из онлайна. Выгрузка расширенных цен будет, типа цена за одну штуку, цена за две штуки и так далее. Думаем над этим. Пока в планах только. Окей. Поехали про планы. По плану. Появится возможность загружать данные из нескольких баз 1С в один инфоблок. Очень многие клиенты просят, мы разговаривали с техническим директором, в принципе, добро предварительное получено, скорее всего, появится. Вы сможете загружать данные из разных 1С, и они будут корректно загружаться в один инфоблок. Можно будет устанавливать, что не грузить, естественно, заказы. Свойства, характеристики попадут в умный фильтр автоматически. То есть вот это большая проблема. С 1С выгрузили тысячу свойств, из них 50 нужно, чтобы попали в умный фильтр, и нужно настроить соответствие. Сразу же, скорее всего, в настройке 1С это будет сделано. Какие свойства попадают в умный фильтр, чтобы вам не нужно было ручками пробегаться и настраивать умный фильтр. Будет решаться проблема с одинаковыми названиями свойств. 1С специфично делает работу со свойствами, там свойства можно назначать для каждого конкретного товара, и они могут дублироваться. Естественно, свойства будут с одинаковыми названиями. Вы там назвали цвет, здесь назвали цвет. В системе они объединяются. Мы постараемся как-то решить эту проблему, пока немножко не понимаем, как это будет сделано, но может быть какие-то префиксы будут добавляться, чтобы свойства разделялись, и потом настраивалось какое-то соответствие. Типа редиректа получается. Выгружать скидки попробуем. Они сейчас у нас выгружаются в виде, когда заказ приходит и раскидывается на все товары, которые внутри этого заказа. Попробуем какой-то обмен сделать скидками. Скидки, к сожалению, в 1С в минимальном объеме представлены, на сайте они в более широком объеме представлены. Попробуем как-то их совместить. Так как у нас появляется и скоро выйдет разделение заказа, то это разделение будет сделано в виде 1С схемы, когда есть бланк заказа основной, и есть куча реализаций к этому бланку заказа. Это для частичной отгрузки, для отгрузки клиенту и так далее. Такую же схему попробуем поддержать с 1С, соответственно, выгружать два типа этих документов внутрь системы и обрабатывать. Это из крупного. Коллеги, пожалуйста, вопросы по 1С. Что бы хотелось дальше? Скажите, а вот этот новый модуль обмена, он будет входить стандартным в 1С, либо его нужно будет самим устанавливать? Это наш модуль обмена, он скачивается с нашего сайта и подключается. Мы передали документацию в 1С. И ведется разработка. То есть на самом деле он будет в итоге внутри коробки. Еще вопрос, связанный с отгрузкой свойств из 1С. Сейчас, например, нет множественных свойств. К примеру, списки. То есть, например, у нас есть одежда, ткань, и она состоит из многих видов тканей. Этого нет. Этого это действительно нет. Мы знаем об этом. Будем работать, скорее всего, в обновлениях, в каких-то добавим. Давайте вопросик еще. Быстрее, чтобы быстрее задать. Будет ли поддерживаться одновременная выгрузка несколько из 1С? Первый пункт. Нет, я имею в виду одновременно из одной базы. Ну, естественно, одновременно. То есть мы не можем регламентировать, что вот этот 1С захотелось сегодня, а это через 2 часа. Человеческий фактор. Оба нажали обмен и все упало. Удаление товаров при выгрузке свойств. Это тоже гибко, кстати, настраивается, что делать с товарами. Там есть настройка, она была на слайдах, я ее пропустил. Но вы можете гибко в товарах настраивать, что делать с товарами, которых, например, нет на остатках. Удаление свойств и последний вопрос. Да, да, да. То есть там гибко можно настраивать это дело. И обработка огромного количества свойств по каждому выгрузке. 200, 300, 1000 свойств. Ну, со свойствами вообще можете теперь гибко работать. Там можно все выделить галочками, что вы хотите реально видеть. И под каждый обмен их настроить. Нет, оптимизация скорости обработки при обработке 300, 3000 свойств. Оно обработано. Вот каталог, который мы последний раз тестировали с Максимом, он не даст соврать. Тот каталог, который у клиента 60-гигабайтный, загружается внутрь системы сутки, у нас загрузился за 20 минут. Очень часто неоптимальная настройка серверной конфигурации, на которой все это стоит. Очень часто. Максим прям сидел, ругался, что это как же так надо настроить, чтобы сутки выполнялся, а у нас за 15-20 минут. Мы не успели обсудить проблему, оно уже у нас закончилось. Можно вопросик? Юлия Бедросова, Армавир. Еще вот такой вопрос по выгрузке справочников. Я видела сейчас, что в новом модуле обмена выгрузка справочников реализована всегда в Highload Infoblock. Будет ли в планах возможность сделать выбор, выгружать его в обычный Infoblock, в Highload Infoblock? Ну там есть такой выбор. Вы можете либо в списочное свойство выгружать, либо в Highload Infoblock, либо вообще в текстовой строчке. Просто иногда клиентам нужно выгружать для поддержки, как говорится, старых версий. Конечно, конечно, конечно. Три варианта все поддерживаются. Ясно, спасибо. Можно вопросик? Александр, первый бит. Можно вопросик? Александр, первый бит. Первый вопрос. Столкнулся с проблемой, когда при выгрузке формируется каталог, вывод с помощью видов характеристик, номенклатуры. То есть мы не от деревовидности исходим, а от вида номенклатуры. При выгрузке формируется раздел родительский первого уровня, остальные все подразделы просто пропадают, формируют все товары и идут в корень. Но это галочка включена. Нет, до этого просто было исключительно хорошо выгружалось. Там просто есть галочка, ее надо включить, и будет все хорошо. И можно там настраивать, вообще дерево гибко. То есть я показывал на слайде, можно дерево очень гибко настроить. Объясняю. Емкий вопрос. Давайте недолго дизайн. Хорошо. Емкий вопрос. Первое, это то, что сама структура каталога в 1С абсолютно иная по отношению при выгрузке. Это раз. То есть нужно пробегать. Второй момент. Столкнулся с проблемой в ходу инфоблоках, что можно выгружать свойства только список. Если у тебя свойства любого другого значения, 1С будет выдавать ошибку. Вы говорите про старую выгрузку, в новой так нет. Это сделано уже очень гибко. Я исключительно использую новую выгрузку. В новой выгрузке, я показывал на слайде, тяжело сейчас возвращаться очень много, там можно прямо указать. Там, значит, никто не настроил это. Там можно указать, какое свойство куда выгрузится. По умолчанию, конечно, для поддержки совместимости выгружается все как текстовое. Давайте все-таки дискуссию потом проведем, потому что иначе запутаемся. Давайте еще один-два вопросика. Бизнес-навигатор Москва. Управление торговлей достаточно тяжелая конфигурация. И сейчас становится популярной управление небольшой фирмой. Планируется ли разработка обмена с этой конфигурацией? Управление небольшой фирмой поддерживает сама 1С. Там есть модуль обмена, он, правда, пока старая версия, они выпустят новый. Пока мы не собрали критическую массу для того, чтобы поддержать. Вы видели, мы поддерживаем много конфигураций. У нас, к сожалению, сотрудники лимитированы. Мы не можем все конфигурации, их очень много поддерживать. Если мы наберем критическую массу людей, которым именно нужна вот эта вот малая фирма, то мы, да, управление мы добавим. Ну, окей.